Всем привет! И в этом видео я расскажу вам о импланте. В первую очередь, во время выбора импланта мы обращаем внимание на его размер. Размер будущего импланта определяет не клиент, а врач. Клиент может сказать, я хочу второй, два с половиной или третий размер груди. Доктор, в свою очередь, с помощью такой линейки уже определяет, какая должна быть ширина, высота импланта и проекция. Что такое проекция? Проекция – это вылет груди, ареолы вперед, перед грудной клеткой. Поэтому имплант может быть средневысокой проекцией, высокой проекцией и сверхвысокой проекцией. Это будет влиять на профиль девушки в будущем. Давайте сравним несколько профилей имплантов. Это средний профиль. Средней высоты от основы до наивысшей точки. Там, где будет у нас ареола с соском. Высокий профиль. Вот, можете посмотреть. Нет сильного отличия между, например, высоким профилем и средним. Разница буквально там 4-5 мм. Немножко он более наполненный впереди на несколько сантиметров. И сверхвысокий профиль – сверхвысокая высота. Опять-таки, как вы можете заметить, кардинально большой разницы нет. Если вы с хирургом выбираете более высокую проекцию, то грудь будет более вызывающей. Она будет более наполнена вот в районе ареолы. Она будет больше выпирать вперед. Если вы выбираете средний профиль или высокий профиль, то акцент в основном будет на ширине импланта, на ширине грудной железы. Один из самых волнующих вопросов – это вопрос объема импланта. Девушки ошибочно думают, что объем цифры импланта повлияет или сформирует будущий размер. То есть, если мы поставим имплант 400 мл, это будет четвертый размер. Если 250 или 300, это будет третий размер. Но вот вам банальный, простой пример. Два импланта. Один 330, второй 370. Как видите, разницы практически никакой. Имплант, который 330, он шире, но с более низкой проекцией, менее высокий. Имплант, который 370, он уже, но с высокой проекцией, с экстра-высокой проекцией. Если мы поставим девушке имплант 330 мл, грудь будет шире, но более плоской. Если 370, она будет уже, межгрудное расстояние будет немножко больше, но будет больше подаваться вперед. Вот и вся разница. Поэтому не опирайтесь на цифры, на размер. Слушайте всегда своего доктора. И он уже должен подобрать под вашу грудную клетку. Если вы рослая девочка, если вы выше 180 см в росте, то имплант уже априори у вас будет больше 300 см. Будет и 350 см, и 400 см, и это будет смотреться красиво и гармонично. Если у вас рост 160 см, 165 см, то будет красиво и 250 см, и 300 см. Важный момент. Цифры на импланте – это все-таки вес или это объем? Для этого мы берем весы и проверяем. Для примера берем имплант 375 грамм или миллилитров. По-разному каждый из вас говорит. Видите, 375, весит 377. Теперь берем имплант 325 миллилитров, кладем на весы и видим 328, 329. То есть обвеса нет. Возьмем другую фирму, возьмем фирму Политех. На импланте написано 350, на весах 353. Давайте взвесим полиуретановый имплант. Видите, немножко другая оболочка, я об этом еще расскажу. Здесь указано 290 миллилитров, кладем на весы 292. Как вы заметили, все импланты были немножко тяжелее указанных цифр сзади. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я люблю, когда хорошо наполнены импланты. Это круто для женской груди, она более упругая и более мягкая. Когда он недозаполнен, он становится более сморщенный, и я не верю, что это будет хорошо в будущем для груди у девушки. Какие отличия в основе импланта? Основа бывает круглая, это наиболее популярная форма. Она бывает вытянутая и бывает, наоборот, овальная, плоская. Для кого это важно? Если девушка астенического телосложения, то есть, когда грудная клетка более вытянутая, и ареолы у нас вместе с подгрудной складкой очень низко находятся, то мы выбираем имплант с удлиненной высокой основой. Если девушка более спортивного телосложения, она более сбитая, как правило, у них также и шея короткая, более широкие плечи, то в этом случае хирург вместе с клиентом выбирает укороченную основу. Почему это важно? Если вы выберете в случае спортивного телосложения круглую основу, либо, не дай бог, вытянутую, то у этой девушки грудь может начинаться от ключицы. Это будет очень ненатурально. Поэтому будьте, будьте бдительны и внимательны, смотря на форму своей грудной клетки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!